В нашем городе активно ведётся жилищное строительство. Микрорайоны жилых домов вырастают за считанное время. Новосёлы быстро осваивают жильё и испытывают неудобства, связанные с отсутствием транспортного сообщения. Один из примеров – новостройка на месте бывшего зелёного хозяйства. Дом номер 16 по улице 2 Комсомольской насчитывает шесть корпусов, пять из которых заселены, а последний достраивается. Нетрудно подсчитать, что количество населения в микрорайоне МЖБК Дмитрово увеличилось на тысячи человек. И всем жителям, как воздух, необходимо транспортное сообщение. У меня есть личный трамп, но у жены нет его. Она добирается до начала, до космоса, до пятачка, а потом оттуда едет на автобусе или на такси. Не хватает личного, ну, автобусов, маршруток, не хватает. То есть нужна здесь остановка, остановочный партнер? Конечно, обязательно нужно. Очень, очень нужно. Много народу ездит, который на такси, вызывает такси, а лично автобус нужен обязательно. По словам жителей этого микрорайона, чтобы добраться в центр города, приходится вызывать такси. А ведь многие ездят на работу в Москву и работают в отдалённых уголках Дмитрово. И оплата такси каждый день больно ударяет по карману. Как тогда быть? Ближайший общественный транспорт – это двойка, которая нечасто курсирует между вокзалом и заводом МЖБК. А также пятый и десятый автобусы, забирающие пассажиров от рынка в микрорайоне космонавтов. Но чтобы дойти до этой остановки, нужно проделать длинный путь через парк «Берёзовая роща». Было принято решение осуществлять пробные перевозки по этому маршруту. Создали маршрут так называемый 4А, задействовали для этой цели альтернативного нашего перевозчика Дмитриев Лайн. Он выставил с 1 апреля два спринтера на 21 посадочное место. И вот они с интервалом 20 минут осуществляли курсирование от посёлка Шпилёва до микрорайона Северный. Маршрут проходил по улице Подьячьево, потом с выходом на кольцо, проходил через новостройки. И через космонавта Пушкинскую и Махалину уходил в микрорайон Северный. И обратно выходил по такому же кольцу. С интервалом 20 минут. Промониторили ситуацию. И оказалось, что маршруты достаточно убыточные. То есть три месяца на этом маршруте работало два микроавтобуса, а пассажиропоток в день составлял около 100 человек. И фактически убыточность этого маршрута составила порядка 50%. По словам заместителя главы района Константина Коножева, работа в этом направлении не завершена. Предполагается, что в начале учебного года пассажиропоток на маршруте увеличится и будет запущен один микроавтобус. Чиновник пообещал, что расписание движения автобуса будет составлено с учетом пожеланий всех категорий населения – школьников, пенсионеров и работающих граждан. В планах сооружения автобусных павильонов по этому маршруту мы заложили собственникам дороги и с его управляющей организацией МОЗ «Автодором». В план 2017 года они внесли мероприятие по обустройству автобусных павильонов. Но пока не скрою, как бы осуществляем остановку, может быть, в необорудованных местах. Но мы идем просто на пожелание жителей о том, что автобус должен ходить, и у них должна появиться возможность перемещаться по городу. Жители новостроек, у них как раз будет автобус-тапеллен в районе магазина «Строим материалы». То есть там сделаем пешеходный переход и сделаем хорошую обустроенную посадочную площадку. Жителям данного микрорайона придется подождать совсем немного до старта нового автобусного маршрута. Мы вернемся к этой теме в сентябре, когда транспортное сообщение будет налажено.